Продолжение следует... Как мы должны жить. Но немножко я хотел поговорить о другой стране. О той стране, которая записана в Слове Божьем. О той стране, о которой говорит Христос, что в доме Отца Моего обители много. Если бы не так, я сказал вам, я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтобы вы были где я. Да, братья и сестры, я сегодня хотел рассуждать о небесной стране, о небесных обителях. Слишком много мы проводим время о рассуждениях о нашем земном гражданстве. И очень мало рассуждаем о небесном гражданстве. И место, которое говорит о нашем небесном гражданстве, записано в послании филиппийцам в первой главе 27 стихе. Послание филиппийцам, первая глава, 27 стих. Это то место, которое мы прочитаем, будем рассуждать о нем. Дело в том, что апостол Павел пишет филиппийцам эти слова о гражданстве несколько раз. Он говорит о том, что живите достойно, будьте достойны того, где вы живете. Не зря. Филиппийцы – это очень уникальный город Филиппы. Тот город, который в 42 где-то года до Рождества Христова был завоен римлянами. И дело в том, что в этот город переселялись римские граждане, особенно те, которые служили в армии и вышли в отставку. То есть это бывшие воины, для которых гражданство, понятие гражданства, особенно римского гражданства, это был не пустой звук. Которые знали цену, знали, что это такое. Если вы вспомните историю, когда апостол Павел пришел в Филиппы, в 16 главе книги «Деяния апостолов», и там был избит, брошен в темницу, и потом темничный страж обратился. И когда он с ними говорит, он им говорит о том, что «Ягра являюсь гражданином небезызвестного города Рима». И это очень сильно напугало их, они попросили его уйти. То есть предыстория такая, что в этом городе очень уважалось римское гражданство. И Павел им несколько раз говорит об этом. Здесь мы читаем «Только живите достойно благовествования». Дело в том, что если мы посмотрим греческий перевод, то буквально оно звучит как «Живите как граждане достойно». И в 3 главе, в 20 стихе апостол Павел также говорит «Наше же жительство на небесах», опять говорит он «Наше гражданство на небесах». Интересно, что о гражданстве небесном очень много в Слове Божьем говорится. И такая мысль, что апостол Павел во всех своих посланиях волей-неволей он касается этого. Такое ощущение, что он жил последним днем, что для него сегодня наступает, или завтра наступает последний день. Здесь он обращает очень важно, на важные детали внимания. «Только живите достойно благовествования». Он говорит «Наше жительство на небесах». Дело в том, что мы очень много времени проводим в том, чтобы размышлять о наших земных делах, о нашем земном гражданстве. Это все правильно. Но очень мало, братья и сестры, мы проводим время о том, чтобы рассуждать о небесном гражданстве. Это, к сожалению, правда. И все мы, и я, и вы, мы очень много проводим время над тем, чтобы изучать новости, об этом разговаривать. И сегодня это очень популярно. Сегодня выборы, непонятно, что происходит в нашей стране, кто выиграет. И мы болеем этим. Мы забываем одну важную деталь, что мы странники-пришельцы здесь. Апостол Петр говорит, что мы призваны к наследству нетленному, чистому, невидаемому, хранящемуся на небесах для нас, для вас. То есть то, что на небесах, оно совершенно другое. Вот о том надо размышлять. Иисус сам сказал, что «Царство мое не от мира сего, если бы было от мира сего царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Христос был не жителем этой земли, не его гражданином. Он пришел, чтобы тех, кто являются гражданами этой земли, тех, кто являются жителями этой земли, сделать чуждыми для этой земли и сделать их гражданами небесного царства. Вы помните историю, когда он пришел и призвал учеников? И ученики тех, кто были обычные люди, представители земли, рыбаки, сборщики налогов, не очень, может быть, где-то спокойные, умиротворенные, разных характеров, буйные или слишком спокойные, непонятные. В общем, разные. Типичные представители земного царства. Христос их делает гражданами небесного царства. И они становятся чуждыми для этого царства. Царство, где царствует дьявол, где он князь мира сего, где он управляет этими вот всеми нехорошими делами. И он является здесь, а князем. И те люди, которые не являются гражданами небесного царства, те люди, которые... Да все мы были такими. Писание об этом говорит, что мы все были мертвы, все мы были через Адама, все мы находимся под первородным грехом. Но Христос пришел и избирает людей, призывает свое царство, свое гражданство и делает их гражданами. И нас также, нас также, он мертвый по преступлениям, ажедвотворился Христом, благодатью его спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, и Висянам 2, 5, 6. То есть мы должны помнить, братья и сестры, что мы когда-то были гражданами здесь на земле, мы были полными и обычными представителями этого земного царства. Дальше мы теперь живем по другим законам. Наш царь на небе, мы являемся гражданами небесного царства. У нас своя конституция, у нас свои законы, которые должны мы исполнять. И эти законы здесь написаны. Как много мы проводим время в размышлениях о наших законах, как много мы рассуждаем об этом, изучаем, и как достойно мы живем. Апостол Павел призывает, только живите достойно благовествования, будьте достойными гражданами. Сегодня, братья и сестры, мой призыв к тому, чтобы мы просто вспомнили и осознали, что мы на самом деле являемся гражданами небесного царства. Чтобы мы переживали об этом, думали об этом, жили этим, рассуждали об этом. Чтобы на наших встречах мы думали об этом. Чтобы мы, когда листаем новости, проводим время, может быть, в пустой трате, я не знаю, время нашего, драгоценного время, которое дал нам Бог. Мы, может быть, осознали где-то и открыли лучше что-то, и почитали полезно для нашей души. То, чем мы сможем поделиться потом с другими, о чем мы можем порассуждать. Если смотришь на героев веры, которые описаны в книге, в послании к евреям в 11 главе, то о них тоже говорится. Все сии умерли в вере, не получив обетования, только издали видели онные и радовались, и говорили себе, что они странники и пришельцы. Апостол Петр в первом послании обращается также к церкви, говорит, возлюбленные, прошу вас, как странников и пришельцев, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу вашу. Апостол Павел также и вся нам говорит, что и так я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Братья и сестры, мы призваны в такое прекрасное звание быть гражданами небесного царства. Сам Бог, Иисус Христос, который пошел туда и приготовляет нам царство свое, мы являемся гражданами Его. И помните одну простую вещь, что являясь гражданами Его, Он наблюдает за нами. Если мы гражданами, Бог сам наблюдает. Апостол Павел говорит, чтобы мне приду ли я, или увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. То есть независимо от того, есть ли кто-то над нами, наблюдает за нами кто-то, папа, мама, муж, жена, старший брат, пастор, брат, Господи, друг, сосед, неважно. Бог всегда наблюдает за нами. Самое важное, чтобы люди со стороны видели, что мы являемся гражданами небесного царства. Ведь люди смотрят на нас и наблюдают. И важная характеристика того, что они видят, одна из характеристик, это и наше единство. Мы должны быть едины в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Братья и сестры, мой призыв сегодня, и призыв Слова Божия, чтобы мы были едины. Едины в чем? В том, чтобы стоять в одной вере. Мы как винтики большого механизма, или как члены одного тела, разные, разные абсолютно, но мы совершаем одну работу для того, чтобы царство его развивалось. И для этого нужно самим иметь наполнение, наполнение Словом Божиим, чтобы можно было совершать эту работу. Живите по этой конституции, читайте. Слово Божие нас призывает, чтобы мы изучали и применяли, чтобы мы жили с этим. И Бог призывает нас, чтобы мы были достойными, достойными гражданами Его Царства. Помнили, что Бог всегда нас видит, каждый наш шаг, что люди окружающие нас видят. Братья и сестры, проводите время, как достойные граждане Его Царства. Пусть вас Господь благословит, не переживать, не заботиться в эти дни, кто придет, кто будет президентом. Мы не от мира сего, мы граждане Небесного Царства. И для нас все равно, кто будет президентом. Для нас одно важно знать, что наш Царь, Он на небе, читайте Откровения, Он царствует, Он велик, Он прекрасен, Ему за все слава. Аминь.